Привет! Будем обозревать очередную мету Наруто Онлайн, я давно этого не делал, потому что у меня нет какого-то расписания. Как вы видите, Генвэ Мадара пока что здесь виден. Также, что еще? Этот Минато, конечно же, скилл броченный. Вот Шисуй заиграл кимоно, кстати. Карин. Карин, удивительно, из этих тако-сквадов она довольно-таки популярная. Я ее не в одной команде сейчас вижу. Значит, ну это Хашик, скилл броченный, естественно. Асуру там и Индру пробуют, пробуют, но... Я не знаю, я вообще хотел бы вот посмотреть, что эти Асуры и Индры делают. Они такие вот прикольные, все в белом, так сказать. Все в белом. Вот вообще в белом редко кого встретишь, то есть редко кто надевает одежду этого цвета. Что в играх, что еще, что в фильмах, там... В принципе, редкий цвет. Да, Наруто Ранин, удивительно, что продолжает использоваться. И Тачия до Тенсейны уже отошел, но, в принципе, даже до сих пор иногда в командах встречается. Просто сейчас больше отойдется урона всякого. И поэтому его этот баф, он уже не такой крутой. Вот эту вот Кушину Крисмос, ее используют, но... Скажем так... Я не знаю, зачем. В принципе, в каких-то крепких командах, если ее настакать, его, может быть, и можно использовать. Ну, Мадара 5каги, это вот старая какая-то команда, потому что это уже известная, так скажем, вещь. Да, скилл броченный Табирама, это тоже сила. Точно так же, как и скилл броченный Хоширама. И Хоширама это Тенсейны. Странно, только что туда поставили сезонного Ниндзю. Значит, еще... Но это тоже классическая команда. Одна из вариаций. То есть, можно поставить чувака, который Мадару, ГНВшного, а можно этого. Вот, смотрите, кстати, с Табирамой вместо Эда Нагата и Сосори и Детенсейны можно Эдамината использовать. Причем здесь этот Эда Табирама, он воскрешается. Но, понимаете, тут поле атакующие Табирамы, что довольно интересно. Я вот думаю, может быть, мне Табираму закупить и себе тоже такую команду поставить. Но тогда, типа, я не буду использовать поле Мината. Но это интересно. Вообще, этот Табираму мне бы пригодился. Потому что он блицовый товарищ. Да, надо посмотреть с этим. Наверное, так и сделаем. Значит, Мадара удивительно, но то ли он не у всех есть, то ли что. Но его даже реже, чем Цунаду используют. Ну, потому что у Мадары у него, то есть, типа, кроме добивалки и крутого урона с обилки, особо ничего и нету. Как по мне, вот эта же Цунада, она более противный ниндзя и более ОПшный. Потому что ее никак не убьешь, и в итоге любой бой затяивается на 3 раунда. Даже если противник, у которого это Цунада, он, в общем-то, слабый и не может нам ничего сделать. То есть, приходится его 3 раунда подряд убивать. Я заметил, что даже если Кимимара использовать на нее, то как-то ее обилка вот эта не откатывается. Ну, то есть, мы не можем ей запретить применять ее обилку. То есть, вот эта вот обилка... Да, вот, Какаши Саммер, но он редкий гость. Зато это Тобирама, видите, и здесь тоже скилббороченный стоит. В общем-то, когда мы Кимимара Хэлоуинского обилку используем на откат, на увеличение кулдауна обилок противника, то эта обилка почему-то не работает на те способности, которые не имеют Battlefield кулдауна. То есть, мы не можем вот какую-то Блиц-команду так заблочить. Я думаю, это именно с этим связано. Ну, потому что я применял реально обилку Кимимара на эту Цунаду, и не получалось ее заблокировать, то есть, она все равно всех воскрешала. Хотя, насколько я знаю, типа, не должна была, по идее. Вот, Индра от Цуцуки. Я даже не знаю, это Индра, у него глаза накрашены, вы серьезно? То есть, ну, серьезно, говно какое-то. Ну, а у Асуру вообще замотанная башка. Бред какой-то. Значит, здесь Акацуковые команды получают прогресс, в принципе. Да, мне надо Табираму, наконец-то, дособирать. Я понял, чего мне надо. Значит, вот Киллер Би. Ну, в общем-то, команды мета очень разнообразна стала. И это то, что я успел заметить. Значит, с Кимимара тоже используют команды, и с Какаши Саммером тоже, конечно же. Джаст Бистин, что-то тут, опять же, Матарыч. Ну, эта мета так и осталась самой топовой. То есть, те, у кого есть скилл Брочин именно Матара и новая Цунада, они их вместе используют. Потому что без Цунады у Матары не будет, то есть, его могут убить. Ему, его, опять же, можно его обилку заблокировать. Потому что она все-таки со второго раунда в основном применяется. В первом раунде, если только прокнет его автоатака, тогда он ее может перезарядить. То есть, это такой себе прокачанный Ашура, этот Матары Джинчурики. Кушина, вот, да, то, что я забыл как раз сказать, что Кушина ушла. Да, Кушины практически нигде не видно. Где-то ее Кисамой заменили и ГНВшным Матарой. Где-то остался этот, как его, Минато, этот Энсейный. Ну, вот, как видите. То есть, ее я также заметил, я говорил вам, что ее занерфили. Типа, теперь у нее не увеличивается лечение. То есть, с увеличением Ниндзюцу. А она же, типа, себе или Ниндзюцу, или там Дефенс прокачивает Резистанс от того, что ее бьют. Вот, вместо этого, то есть, теперь то Ниндзюцу, которое она получает, оно не влияет на ее хил. То есть, ее сколько ни бей, хилится она будет одинаково и не очень-то сильно. А это, как вы понимаете, главное, что позволяло ее использовать. Так что, сейчас это не очень-то мощный Ниндзя. Да, вот, удивительно, Наката Энсейя я не так часто вижу. Не знаю, почему, потому что мне он очень нравится, я его использую вполне себе. Кстати, стойте. А, если я возьму Табираму себе, то мне его нужно вместо кого-то ставить. Вместо Наката, если я поставлю, или вместо Сосори. Но, блин, что Наката, что Сосори, это нужные парни. Ну, можно вместо Эда Наката, ну, тогда куда мне девать Эда Наката? Ведь я даже не знаю. То есть, если я поставлю вместо Эда Наката, то я не уверен, во-первых, будет ли у нас Чиз хороший. Все-таки Эда Наката, он такой неблокируемый очень товарищ. Он не... Unstoppable, я бы так сказал. И втанкованный, благодаря ему, ну, к ниндзюцу и вообще. Да, Асума Виндблейд, это вот самый старый ниндзя, которого до сих пор используют. То есть, как вы видите, в любой Блиц-команде его могут использовать. Альтернатива ему только Ирука. Но у Ируки есть много недостатков. Типа, он не всех бафает на атаку. И он чакры не дает. Так что... Вот, видите, Карин опять встречается периодически. Вот Карин... Где-то ее больше любят, где-то меньше. Но она очень противная. Она может дебафы накастовывать на тех, кто неуязвим к дебафам. Да. И причем дебафы очень сильно ослабляющие атаку. То есть, она такая для блока всяких Блиц-команд. Да. Еще один вирус. Тут вот Карину вообще с Наруто пытались использовать. Но я не знаю, это Карина. Я ее редко встречал именно в реальном бою. Это устаревшая команда тут с Кушиной и Гарой Казыкайя. Ну, Гара Казыкайя по-прежнему довольно силен. Только вот с кем его ставить. И как бы есть другие кандидаты получше, чтобы с кем-то ставить. Да уж. Такс. Значит, Кисамы. Но все-таки Табирама хорош. И Кисамы Акуа хорош. Да. Мне нужно, наверное, их двоих собрать себе. И тогда будет полный набор Блица. С другой стороны, блин. Это не новые какие-то ниндзя. Это просто скиллброки. Вот четвертый Райкаги. Ну, его использует кто-то чисто потому, что он ему нравится. Оригинальность. Оригинальность. Так же, как вы видите, Суигетсу. То есть, вот Суигетсу и Карина, это вот такие вот новые в мете. Собственно, Така Склад вышли эти все ниндзя. И Джуга реже всего используют. Хотя мне давали на обзор именно Джуга. А я не помню, Суигетсу мне давали, по-моему, тоже. Вот единственное, кого мне пока что не давали, как раз этой Карине. Так что, если оно у вас будет, я буду готов обозреть у вас на аккаунте этого ниндзя. Значит, Кушина. Гара Казакаги. Да. Тут... Вот это вот Мадару, это релиза. Ну, как же я его ненавижу. И, к счастью, его уже не так часто применяют. Ну, блин, ну... Кадос. Вот один из ненавистнейших ниндзя. Несмотря на его эстетическое какое-то оформление, довольно неплохое. По делу он мне не нравится. Да, Шису и Кимоно. Что-то зачастили они. Зачастили, зачастили. Нехорошо, конечно. Вот в этот раз Асуру. Вот эту вот Асуру с Индрой. Его... Их редко, но все же увидишь. Только в командах. Они, типа, их пробуют. Но мне нравится анимация, вид их обилок, в принципе. Очень они интересные такие. По эстетическому оформлению. Но, так как мне не давали их на обзор, я не знаю, как... Собственно, подробнее не могу ничего о них рассказать. Также в бою я с ними не встречался. На наших северах никто вроде бы их не покупал. Но, возможно, это больше такие вот фановые ниндзя для коллекции. А по мощи они не такие уж и крутые. Да. Ну, вот это тоже странный, как по мне, выбор. Потому что Мадара и Ранин, они все со второго раунда кастуют свои обилки. Здесь вот... Вот тоже. Вот это Кушина. Вот ее ставят с этими ниндзями. Зачем? Непонятно. Вроде ж, типа, не такие уж они втанкованные. С чем Кушина может помочь? Слушайте, это все уже заново пошло. Да, мы просмотрели, блин, тут зациклено. Ну, в общем, что я могу сказать? Отошли у нас Кушины полностью. Отошли Итачи полностью. Метта в целом стала гораздо разнообразнее. Какузу уже отошли, в принципе, можно сказать. Матары с этими цунадами пока что не отходят. Они продолжают быть королями. Эдахаширамы как-то... Ну, они продолжают то там, то здесь появляться. Скилбрученными. Конечно же, из новой Такосквада у нас Карина. И Суигетсу. Также ГНВ Матары не уходят никуда. Они остаются. Также, конечно же, Осмавин Блейд. Помните? А, Хирузены, кстати, отошли. Я заметил. Да, Хирузена реже встретишь. Ну, потому что, типа... Команды больше в Акацуки переходят. То есть, у нас Кисамы, собственно, скилбрученый вошел в мету и вытеснил Хирузена. Потому что он все-таки с Акацуками, со всякими другими в Блице участвует. В то время как Хирузен с Акацуками не очень хорошо ладит. Ну, в смысле, он их, конечно, бафает. Но они его не бафают. Вот в чем вся проблема. А вот друг друга Акацуки вполне себе бафают. Какаши Саммер, ну, он продолжает появляться, однако тоже отходит. Кимимара Хэллоуин точно так же такой редкий гость. Он вроде бы и неплох, но... Чтобы ставить его в топовых командах, никто не решается. Значит, что еще? Вот удивляет меня, что Шисуя мы встречаем и Эда Табираму. То есть Шисуя Кимоно и Эда Табирама это новость. Эта новость действительно что-то оригинальное. И я подумаю над тем, чтобы себе Эда Табираму до 4 звезд не взять. Да. В целом вот такая вот мета. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам она понравилась. Типа, или вы вообще... Был полезен обзор. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.